Просто такой доклад заинтересовал такую аудиторию. Мы на самом деле на веб смотрим несколько с другой стороны. И на самом деле доклад в какой-то аспекте про историю успеха. Но сейчас все подробнее. Ну, во-первых, кто я? В компанию Wargaming.net я уже пришел 4 года назад. Я пришел еще на проект Order of War. Кто-то может знать, что Wargaming на самом деле не 3 года назад, а снова на 15. Это были реал-тайм стратегии. Написано на C++ с клевым Linux, C на северной части. DirectX, графика, вообще бусечка. Потом у Wargaming случился проект World of Tanks, где я оказался в департаменте веб-разработки. Стал заниматься различными веб-решениями. Чуть-чуть подробнее про то, что мы подозреваем, подвоевываем чуть позже. Также, кроме всего прочего, меня очень интересует все, что связано с open source, Linux, около того. Такое вот у меня хобби. И основная из тем, это все, что связано с Linux Mobile, с теми компонентами, которые там используются. В общем, у меня неплохой естественный бэкграунд, мне кажется. В Wargaming это случилось. За это время уже стал человеком, который в основном принимает решения по технической части. Но неважно. Итак, что Wargaming подразумевает под вебом? Веб, Wargaming это все, кроме игры. Вы запускаете клиенты, это игра. Там по стрелушке, пиф-пиф-паф-паф. Захватили базу, это игрушка. А все остальное, это на самом деле веб. Здесь явно есть компоненты, которые явным образом являются внешними по отношению к игре. Новости, регистрация, медиа-контент, статистики, профиль игрока, интеграция с платежной формой. Ну, казалось бы, вещи на самом деле для игрового проекта, они вторичные, но все еще являются обязательными. Клево сделать клевую игрушку, которая интересует вашу аудиторию, они в нее играются. Но есть еще 100-500 вопросов, которые хочется решать совершенно другими методами, совершенно в другом месте. Например, интегрироваться с платежными формами, 15 раз переделывать форумы регистрации, 15 раз переделывать сайт, добавлять различный контент, просто производить какое-то развитие. Игроки этого хотят, особенно в случае с нашей игрушкой, с World of Tanks, когда фактически игроки играют в нее дома, находя 15-20 минут, а на работе, с телефона и так далее, не хотят какой-то интерактивчик еще получать. Мы не хотим отпускать нашу аудиторию. Где-то он посмотрел, сравним с другом, у кого лучше статистика, где-то мы ему рейтинги сделали, где-то он заплатили. Опять же, с точки зрения клиентской игрушки особая большая проблема, раздача обновлений, огромная задача. И для решения всех этих задач мы специально хотели бы выделить отдельно от игрушки, пускай геймер-разработчики занимаются разработкой игры, а мы занимаемся всем остальным. Как бы о чем хотелось бы поговорить. Сначала я хотел расскажу по тому, как у нас в принципе работает веб, какие-то определенные технические решения на именно low-level уровне, сделанные с точки зрения разработки. Как там, что с чем взаимодействовать и так далее. Потом как бы поднимемся уровнем выше, это как у нас сделана интеграция с World of Tanks, какие там есть проблемы, специфики. И поднимемся потом еще раз, еще несколько шагов выше, как мы добиваемся того, что у нас веб в данный момент является одновременно решением, такой частью веб-платформы для поддержки множества игр. И мы двигаемся в какую-то такую, в какую сторону мы дальше двигаемся. Итак, на самом деле вот всю эту штуку, которую я нарисовал, там про новости, обновления, медиа, контент и прочее, на самом деле это все огромный пласт кода, обломный пласт функционала, который различные команды дорабатывают. Есть огромное количество людей, которые хотят определенное количество исправлений. Кто-то хочет там, не знаю, в регистрации кнопки пилить, кто-то хочет новости, кто-то хочет там турниры проводить, клановые войны, рейтинги добавлять и так далее. Все это как бы приводит к тому, что в рамках одного проекта разрабатывать такое, ну, достаточно сложно. Хочется там, не знаю, разделить его на кусочки, каждой команде дать свой маленький кусочек, пускай каждая команда занимается простым, понятным своим кусочком, вот, например, новостями или там регистрацией. А все остальные, грубо говоря, там, команды, каждая своей, там, приходит ползадачи, разбили, иметь раздельный выход, опять же, в продакшн, отдельное там обновление. Вот, ну, это как бы, ну, в принципе, эта штука называется серверсная архитектура. Когда, ну, у нас нет огромного большого сайта, типа World of Tanks, на котором все-все-все, вот, на самом деле там внутри много-много-много частей, которые взаимодействуют между собой по различным протоколам, самые популярные перечислены, вот, для игрока часть из этих взаимодействий не видна, вот, часть видна, там, ходите вы, там, на различные сайты для форума, для танчиков, для самолетиков. Вот, это приводит к тому, что такую систему легче поддерживать и легче, ну, в принципе, разрабатывать. То есть, тупо поток управления требований, можно спокойно посадить отдельно, там, двух разработчиков, которые будут пилить регистрацию, вот, и не будет там мешать, ну, типичная проблема для больших компаний, какой-то другой project manager, который прибегает и кричит, нам срочно нужно, там, кнопку желтую сделать в каком-нибудь месте. Итак, стек технологий. При выборе стек технологий, на чем разрабатывать несколько лет назад, мы пошли по принципу максимальной популярности, максимальной простоты и удобства. То есть, для нас, в принципе, те реш-сайты, которые вы видите на сайтах Wargaming, это простые веб-решения. Те технологии, которые мы используем, они уже, ну, просто в школе скоро будут проходить, как что-то сделать. Вот, на самом деле, у нас есть вариация в левом столбце на, наша, собственно, вариация на тему классического лампстека. Вот, единственное, что у нас питон, вот, и несколько дополнительных уровней. Вот, необходимо это, еще раз подчеркну, как бы, любой человек, не знаю, может, там, во-первых, на рынке огромное количество людей, во-вторых, оно все очень простое, во-третьих, безумное количество документаций. MySQL, там, Apache, Nginx, ну, сто пятьсот мануалов написаны. Реально, огромное количество опыт накоплено. Все эти инструменты, они очень стабильны. И здесь еще вот кроется такой важный момент, действительно не хочется копаться в проблемах чужих решений. Причем, когда у вас возникают проблемы на продакшене, вы их вынуждены решать за часы. А если вы вынуждены решать за часы, то, простите, не можете даже обратиться в сторонний суппорт. Они не успеют ничего сделать за часы. Вот, вы должны понимать, что вы сами должны решать свои проблемы. Вот, и поэтому вот мы достаточно серьезно опираемся на open source, потому что в его, по крайней мере, можно залезть и изучать. Вот, на open source решение. А во-вторых, мы используем самые популярные стабильные решения, причем не стремимся за самыми свежими версиями, а находимся обычно на предыдущей стабильной версии. Вот, это позволяет нам, ну, программистам тупо делать свою работу по, там, добавлению нового функционала, который, опять же, вебовский функционал достаточно простой и понятный. Вот, на самом деле, в жизни так не бывает, что можно взять, там, какую-нибудь пулю выбрать, да, там, серебряную, и все будет работать. У нас тоже так не получилось, и, на самом деле, мы поняли, что мы, в принципе, и не стремимся весь веб делать в рамках одной технологии. У нас возникло понимание того, что какие-то определенные задачи, например, там, сервис обработки платежей от платежных агрегаторов, он должен быть поддерживать специфику работы тех сервисов, да, там, какое-то долгое время происходит начисление платежей, могут быть какие-то проблемы, его, например, лучше написать на твистеде. И могут быть проблемы на определенных сервисах с модов СГАем, например, апачевским, в радиоэксперименте запустили что-то с УВСГАем. Мы не стремимся все писать сами, поэтому, грубо говоря, взяли там, готовый форум, который мы дописываем на PHP. Readmine, ну, там, понадобилось какой-то тул для поддержки внешних пользователей, там, поставили Readmine, на Ruby его немножко дописали. Где-то понадобился, например, кто там сталкивался, не сталкивался, есть огромный функционал, так называемый ГИСТ решений для геоинформационных данных. Понадобилось, добавили PostgreSQL в конкретном одном месте, переключились на PostgreSQL. Отдел аналитики хочет лопатить огромный объем данных, вот, там им стабильность гораздо меньше нужна, там, проблемы с MongoDB не волнуют потенциально. Они поставили 7B в MongoDB, с продакшена выгружаются базы, загружаются в MongoDB, они делают в нем аналитику. Мы, в принципе, любим экспериментировать точечно над различными технологиями, и вот, как пример, я привел Redis. В одном месте мы решили попробовать вместо МКШ для хранения сессии использовать Redis. Но это все-таки точечные вкрапления. А вот, опять же, как бы, в противовес этому, вот, у нас есть любимый ММ-стрим, который мы вот, ну, я не знаю, надо кому-то что-то пояснять, неужели там, левым стопцом, наверное, пользовалось 99% здесь присутствующих. Представляют, как делать веб-решение, прочитали книжку, там, по ХП за 20 минут. Питон тут не отличие, там, то же самое. Ну, единственная специфика, которую хотелось бы пояснить, о чем я должен представлять, об этом уже упоминал Юра, действительно нужно какое-то решение для бакграунд-джобов, RabbitMQ в нашем случае. Это просто сервис, который даже не для общения между нодами, а для того, чтобы определенные задачи, которые занимают долгое время, кинуть в бакграунд, в бакграунде их сделать и потом вернуть результат. Хотелось бы вот на этом моменте, здесь поднимите руки, кто пользовался МКУП. А МКУП, там, Rabbit, есть другие решения, очереди сообщений. Окей, поясню. Что такое МКУП, очереди сообщений и прочее, прочее. Так, за 5 минут. При разработке различных решений, при разработке взаимодействия ваших компонентов, мы вот лично очень любим модульную структуру, когда мы делим компоненты на очень маленькие кусочки, которые между собой взаимодействуют через внешнюю РПЦ. Можно использовать, или внутри решений часто используется такой подход, что два объекта, в данном случае клиент и сервер, могут быть просто два клиента, может быть еще что-нибудь. Они для того, чтобы общаться с собой, организовывают две очереди. В случае RabbitMQ, они действительно хостятся на отдельном выделенном сервере. Но сама архитектура достаточно популярна, там Юра рассказывал про почтовые ящики, она очень часто встречается во многих решениях, которые вы видели в жизни, ну вообще на самом-самом нижнем уровне. Самый простой вариант, это у вас любой сервис, когда вычитывает данные из сокетов, он же на самом деле именно так работает. И сокеты читают, и сокет пишет. Но с точки зрения операционной системы, это два независимых канала. Все, что предлагает делать MQP как протокол, это выделить данную функциональность по хранению данных на сервер, который хранится в каком-то отдельном выделенном месте. К чему это позволяет? Во-первых, это позволяет клиенту и серверу независимо перезапускаться. Фактически хранением сообщений сериализатором является RabbitMQ. Клиент послал, сервер может быть в этот момент недоступен. Ничего страшного, запустится, прочитает. Послал, умер, ничего страшного, я уже свое дело сделал, мне больше делать ничего не надо. Вторая проблема, когда вы делаете распределенную систему, это проблема доступности сети и, что самое главное, латентности. У вас между двумя подсистемами, двумя серверами, может быть, не знаю, 10 гигабит, 100 гигабит теоретически. Но на практике между ними могут оставаться все те же 50 миллисекунд или 5 миллисекунд. Это может быть очень много. И вот если, грубо говоря, в классическом ping-pong, каком варианте, или как в request-response, возникает проблема. Клиент отправляет запрос на сервер, например, там, не знаю, по HTTP и дожидается ответа. Тогда, допустим, сколько бы быстро не работал сервер, все равно запрос будет, если между клиентом и сервером 50 миллисекунд, будет выполняться 100 миллисекунд. Ну, проблема, да, там, на сервер загружено 0%, клиент загружен на 0%, запрос выполняется на сервере 1 миллисекунду, а клиент ждет 101 миллисекунду. Печаль, грусть и тоска. И, ну, чтобы такого избавиться, есть такой стандартный подход, когда вы вместо того, чтобы отправить один запрос, отправляете сразу много. Вот. И самый простой вариант это сделать, это послать их в очередь. Ну, в данном случае, вот, в MQP мы посылаем сообщения с информацией о том, что, короче, как-то помечаем наши сообщения. В случае RabbitMQ, поскольку очередь, она односторонняя, мы помечаем сообщение вот то, что клиент при коннекте к RabbitMQ создает отдельно сервер, говорит, мне сервер, кстати, ты будешь сюда присылать ответы. У сервера RPCQ как бы создан заранее. Клиент обращается к сервису, фактически отправляя сообщение в MQP и пишет, ну, типа, дай мне A, B, C, D, E, отправляет 100 совершенно различных запросов. Вот. И говорит, что, когда мне понадобится ответ, возвращай их, пожалуйста, в эту очередь. Отправил 100 там запросов, там, 50. Все равно это заняло 50 миллисекунд. То же самое, как бы, время похода трафика между двумя нодами. Трафик обработал, сервер обработал трафик, отправил их обратно. Клиент еще через 50 миллисекунд прочитал. Ну, и получилось, что, казалось бы, за ту же 101 миллисекунду мы уже проработали не одно сообщение, если бы там последовательно их обрабатывали, а 50. Вот. И потенциально, как бы, наращивая мощности клиента и сервера, вы можете, собственно, эти процессы масштабировать. Ставите больше серверов, чтобы они там было больше сообщений, могли обрабатывать в секунду. Вот. Ставите больше клиентов, чтобы они больше послали. У вас система продолжает работать за ту же латентность. То есть, фактически, да, дороже, да, больше серверов, но время отклика сохраняется, несмотря на проблемы масштабирования. Вот. Вот. Вся специфика AMQP и RabbitMQ, что это просто спецификация на самом деле этой идеи, и то, что вот эти вот RPCQ вернятся на специальном сервисе Exchange, так называемом, выделенном сервере. Мы используем RabbitMQ, есть еще QPIT, есть другие аналогичные решения на других протоколах, там, Apache MQ, не знаю, какие еще популярные вспорницы, там есть даже, можно XMPP даже смотреть как вариант, вот, Storm подобные и так далее. Есть какие-то вопросы вот по MQP в этой очереди? Ну, далее. Следующий вопрос, которого, соответственно, хочется описать, это веб, он отдельный, он сделан на вебовских технологиях. Игрушка сделана совершенно в своих технологиях. И веб и игра решали абсолютно различные задачи при разработке. При разработке китанчиков там специально был выбран специальный движок, он распределенный, он масштабируется по кластеру, он высоко нагружен, он выдерживает большое количество сообщений, он занимается большой обработкой данных. Там есть специальные механизмы для расчета логики, есть специальные механизмы для роутинга трафика, есть специальные механизмы для того, чтобы там, как бы, огромное количество пользователей коннектились к одним нодам, бои считались на других нодах, чтобы там минимизировать трафик и так далее. Фактически это очень кастомный специальный игровой движок. Он решался для своих задач. Например, для хранения данных в базе данных он использует там k-value storage фактически, блобовский в MySQL, для того, чтобы как можно быстрее поднимать объекты. Работать в вебе с этими данными с точки зрения показа этих пользователей, ну, очень сложно. Вот. Опять же, LampStack, он совершенно другой. Если сервер это какая-то stateful архитектура, когда там объект постоянно живет, реагирует непрерывно, что-то делает, все объекты в памяти, то для Lamp подхода характерен совершенно другой подход, что у вас все stateless, что для вас хранилищем является база данных, что вы там по сессии индифицируете, неважно, куда приходит запрос. Максимальный упор на простоту разработки. Максимальный упор там на то, чтобы это работало достаточно стабильно. То есть, ну, для примера, да, там, вот Юра просказывал там несколько примеров, упоминал там с garbage collector, с вопросами, которые есть. А в LampStack у нас уже совершенно другой подход. Мы запускаем наши тамо-апачевские или питоновские процессы, вот, и их тупо раз в пару тысяч запросов перезапускаем. Ну, это как бы и не изобретение варгейминга. Посмотрите на PHP, FastCGI, ModVSGI и так далее. Там тупо почти всегда будет. Гарбэдж-коллектор в принципе не вызываем. Раз в N количество запросов, тупо перезапускаем процесс. Потому что можем, потому что HTTP протокол stateless нам это позволяет. Один запрос пришел в одну моду, в следующий в другую, в следующий в третью. Перезапустилось что-то, никто ничего и не замечает. Опять же, еще раз подчеркну, огромный опыт в этой области позволяет легко его там применять. На самом деле, ну, наше веб-решение не уникальное. У нас во многом игрушка уникальная там по технологиям, а веб классически. Вот. Но задача, которая встала перед нами, это синтегрировать эти главные решения. Сделать так, чтобы для пользователей они были прозрачные, независимые. И, по крайней мере, позволяло работать совместно там для достижения каких-то, не знаю, заплатили, пополучили деньги. Да, там самый простой вариант. Сыграли бой, увидели в статистике. Играете, заходите на сайт с тем же логином, паролем, что и в игрушку. Кстати, пошли там в другую игрушку, варгейминговскую, там тот же самый логин, пароль. И, в общем, цель при интеграции возникла в том, чтобы эти два решения должны быть два мира, должны оставаться независимыми. Мы не хотим при выкатывании обновлений, считать, что у нас при обновлении игрового сервера обязан обновиться веб. Мы хотим и веб обновлять независимо от игрушки, добавлять какие-то фичи. Вторая проблема – проблема доступности. Особенно пару лет назад многие видели такую классическую ситуацию, да. Игрушка упала, пошли на сайт, сайт упал, все пошли на форум, форум упал. Не очень хорошо, да. Но, тем не менее, чтобы не происходило, какие-то новости, какие-то проблемы в игрушках, хочется, чтобы проблемы были независимы. Чтобы не возникало такого, что, грубо говоря, игра должна всегда продолжать работать, несмотря на то, что лежит, не лежит лэб-веб. А веб должен продолжать работать, лежит, не лежит игра. Ну и последний момент – это минимизация рисков, просто уменьшить объем взаимодействия. На самом деле, несколько раз нам очень хотелось эти вещи как-то синтегрировать более тесно и иметь, например, в вебе более близкую информацию о том, где хранятся данные, что с ними делать и как. Но мы себя били за это по рукам и со временем были этому очень довольны. Что били по рукам? Что удалось через больно разделить эти два компонента с минимальным набором зависимости между ними. Об этом будет в третьей части. Вот. Первая задача, которая, соответственно, стоит – это экспорт данных. Есть большой толстый игра, движок Big Vault. Ну, что такое Big Vault? Это вот какой-то такой гейм-энжин, который рассчитывает, что происходит с вашими аккаунтами. Мы называем это игрой в ангар. Где вы там что-то покупаете, это вы играете в ангар. Там же происходит игра в кланы, там что-то вы общаетесь, там входите-выходите из клана. Есть еще одно место, соответственно, это расчет боев. Там же тоже получается, где вы уже на танчиках катаетесь. Вот этим занимается игровой движок. А нам нужны этого результаты. Применив и начав использовать MQP в вебе, нам очень захотелось иметь данное решение в Big Vault. По умолчанию он предполагал HTTPS интерфейс из отряда «я являюсь таким вот сервисом, типа, ходите ко мне сразу за данными, ну, чуть ли не пишите веб прямо на Big Vault». Нам это очень не понравилось, мы решили организовать такой подход, на самом деле, классический, работать с Big Vault, как с черным ящиком. Есть вход, есть выход. Фактически, я сейчас описываю выход. Вот, для вытаскивания оттуда данных мы по изменению, например, там, логаут, аккаунт, окончание боя, кидаем сообщение. Да, как бы используя MQP на вебе, очевидно было уже использовать MQP для Big Vault. Была маленькая проблема, что он MQP не умел, но ничего, сели, научили. Ну, рабочая задача, вот, ничего сверхсложного. Вот, после этого, когда сервер научился MQP, у нас получилась некоторая такая платформенная унификация протоколов, и, соответственно, игровой движок сейчас просто там берет и экспортирует там все эти данные, когда захочет или когда мы его попросим. Второй момент, соответственно, когда нужно сделать с этим черным ящиком, это им как-то управлять. Вот, потому что, ну, с точки зрения игровой логики, хранилищем данных все равно является сам игровой сервер. Именно в нем хранятся аккаунты, именно игровой сервер следит там за голдом, следит за тем, что происходит с вашим аккаунтом с боя после боя. Вот этот игровой стейт, фактически, он хранится все равно внутри движка. Там его, ну, нет у нас какого-то там внешнего решения, как делают некоторые игры, типа использовать для хранения веб там. Там для MQSPEED, там, автолог, кто видел, было достаточно популярно, когда ты вроде играешь локально, а потом тебя загруппировали и запаблишили куда-то веб. Нет, у нас хранилищем состояния является, ну, сам игровой сервер. Вот, там происходит управление аккаунтом, кланом. Сервер хочет запрос, что, как изменить состояние. Ну, и, опять же, для отправки этих запросов мы, ну, очевидно, опять же, пошли в сторону MQP. Здесь есть, правда, такое неудобство, с которым с MQP и вообще с концепцией ЧСД сообщений все сталкиваются. Это с тем, что, когда вы отправляете запрос, вы не уверены не в том, что, когда этот запрос будет обработан. Даунтайм сервера на 6 часов, а вы отправляете запрос на начисление голды. Ну, а у нас, ну, человек, ну, это нормальный кейс, нельзя человеку запрещать платить во время даунтайма. Вот, человек заплатил, отправляется запрос в игровой сервер, в MQP, он там висит, ждет. Вот, а вы со стороны, ну, как бы очевидно, то есть деньги когда-нибудь дойдут. Но хотя это надо тоже перепроверить. Вот, возникает проблемный вопрос, что в написании логики взаимодействия по MQP, вот, особенно с игровым сервером мы это чувствуем, потому что там бывают даунтаймы до 12 часов, это, что этот запрос реально может работать дни. Да, там, самый выраженный случай, там, все, если кто-то переименовывался, видел сообщение о том, что переименование занимает очень долго. Вот, и при написании логики получилось такое взаимодействие, мы действительно, там, не можем, там, в раппер написать, который просто 3 секунды подождет и проверит, готово, не готово. Вот, действительно, надо, там, сохранять какую-то информацию о джобе в базу данных, о том, что я отправил запрос, там, на начисление денег, а, там, раз в какое-то время приходить проверять, что там случилось, пока нам сервер таки не скажет, что да, начислил или да, не смог начислить. Вот, вот этот асинхронный подход, он бывает, как бы, локальным, из разряда вот это секундным, но помните, что, на самом деле, синхронность подразумевает и то, что запрос реально может одобрабатываться часами. Вот, здесь есть два варианта, либо, действительно, там, быть готовым к этому и ждать, либо в сообщения закладывать информацию о том, что, как мы делаем для определенного типа сообщений, есть сообщения, которые должны просто отправиться в игровой сервер и когда-нибудь выполниться, например, там, переименование или начисление голды, а есть сообщения, которые мы хотим получить быстрее, из-за разряда, хотим гарантированно знать, вошел ли человек в клан за 2 секунды. В этом случае в сообщениях просто помещается такое понятие, как дедлайя. Вот, мы в сообщения помещаем информацию о том, что после, если оно не будет обработано за 2 секунды, нам его результаты, в принципе, не важны. Вот, фактически, предположим, два варианта, либо сообщение успело дойти, мы получили результаты, все счастливы. Если не успело сообщение дойти, например, там, лежит в RabbitMQ, а в сервер в данный момент перезагружен, то мы умерены в том, что когда сервер сохранет, он прочитает отца сообщения, получит информацию о том, что оно, вообще говоря, должно было быть обработано 6 часов или 3 часа назад, и скажет, нет, тебя обрабатывать не буду. Вот, исходя из этого, мы уже знаем на своей стороне, что, грубо говоря, на стороне веба, что если мы отправили сообщение, но через 3 секунды нет результата, мы говорим, окей, потом пошлем еще раз. Вот, сделав такую инфраструктуру, фактически, мы научились управлять игровым сервером, и, скажем так, концепция черного ящика заработала. Есть некоторые интересные моменты, которые возникают, например, в создании боев. Такой вот пример приведу. Вот, есть клановые войны, или там, турниры. Есть в том числе задача такая, рассказывать клиенту информацию о боях на том языке, на котором будет понятно. Вот, и вот, как пример, как бы такого, можно там завести тип боя 15, не знаю, там, тип текстового сообщения 15 в плане локализации. Вот, перевести его в клиенте, иметь в ресурсе клиентах информацию о том, что строчка с таким-то, ну, стандартно, да, там, ID, ее надо переводить таким-то образом, на все языки. Вот. А, там, на сервере вебе, там, на сервере клановых боев создать, сохранить информацию, что мы сейчас эту строчку отправляем. Вот, отправили, казалось бы, все хорошо, но возникает проблема, что если нам нужно добавлять какую-то новую строчку, идентификаторы, или там хочется изменить переводы, то приходится синхронизировать выход веба и сервера. А мы этого не хотим. Вот. Чтобы таких вещей, например, избегать, вот, мы просто весь пейлот по информации, которую мы хотим передавать клиенту, мы его, если формируем на вебе, то мы его целиком формируем на вебе со всеми переводами. Фактически, при создании, например, боя, веб формирует не только задачу на создание боя, но и описывает всю мета-информацию об этом бои на всех языках, которые знает. Она отправляется в сервер, сервер знает язык клиента, и из этого там пула 15 переводов, которые прислал веб, отправляет. Таким образом, фактически, перенеся вот это вот пейлот переводов на веб, вот, мы позволили продолжать это независимо обновлять. Вот подобные решения, когда мы вынуждены часть логики переносить вот в то место, где оно инициируется, фактически готовить большой объем данных, вот, оно стало достаточно типичным и, в принципе, очень хорошо себя показывает. С танчиками разобрались, проинтегрировались, опять же, ничего сложного, вход-выход. Следующая тема, о которой хотелось бы очень поговорить, это вот как мы перешли к поддержке множества игр. И, когда вы начинаете делать поддержку второй игрушки, вот, первое, что вы хотите сделать, это сохранить пользовательскую базу. До начала разработки поддержки самолетов у нас аккаунты, логины и пароли хранились в игровом сервере. Вот, до этого, грубо говоря, при нележащем сервере вы, ну, были у нас некоторые подходы по дублированию на тот момент регистрации, там, этой информации по различным там сервисам, например, на форум скопировать, на портал, вот, вызывало различные расхождения, кто помнит, три года назад, некоторые определенные проблемы. Первую проблему, конечно, которую хочется решать, это некий какой-то абстрактный, единый сервис аутентификации. Вот, здесь маленькая ремарка, вот, которая, вот, моя любимая, я люблю издеваться над менеджментом, вот, я заставляю их отличать аутентификацию и авторизацию. Вот, да, в русском языке есть большая проблема с переводом слова аутентификация и авторизация, вот, мы почему-то переводим и то, и другое логин, но, на самом деле, это два различных понятия. Аутентификация – это проверка личности, что я – это действительно я, что я, вот, тот самый человек, который знает пароль, ввел, а авторизация – это проверка прав. Вот, и фактически, вот, еще раз подчеркну, нам нужен был единый сервис аутентификации. В игрушках бывают странные баны. Ну, там, чтобы вам представить самый странный бан, в Корее людям до 18 запрещено играть после 12 ночи. Вот, правила могут быть очень различные. Где-то в каких-то игрушках бывают… Бывают из разряда запрещено чатиться. Мы не хотим, там, тот факт, что игроку запрещено чатиться храниться вовне. Мы хотим, чтобы права проверяла сама эта система, в которой пользователи сейчас взаимодействуют. Например, игра. Поэтому авторизация, проверка прав, там, даже проверка то, можно ли ему залогиниться в игрушку, там, не забанен ли он, она осталась внутри игры. А вот проверку того, правильно ли человек ввел логин-пароль, мы вынесли в веб. Нам больше не надо. Достаточно типичные кейсы, на самом деле. Вот, в данный момент все можно играть в самолетики, все можно играть в танчики, но мало кому можно играть в кораблики. Вот, если вы попытаетесь каким-то образом найти билд и начать играть в кораблики, вы получите сообщение о том, что… Не-не-не, типа, вам нельзя. Аналогично там с блицами и с другими игрушками. Вот. Ну и опять же, весьма конкретный кейс – это вынести вот эту аутентификацию в отдельный сервис. Вот. Раз мы его выносим в отдельный сервис, он автоматически попал в веб. Вот. На самом деле, опять же, все просто. Выделили модуль, Django, MySQL, хранилище паролей, HTTP протокол для синхронизации, MQP протокол с Big World, там, если нужно какую-то информацию обновить. Все красиво, удобно, аккуратно. Ну, вот, как бы, первая часть, о чем, возможно, стоит задуматься, там, заранее. Вторая часть, когда мы занимались, как бы, поддержкой множества игр, с которой мы столкнулись, ну, бизнес, он, на самом деле, часто приходит со странными задачами. Вот. Никто не хотел… Все захотели иметь огромное количество сайтов. Ну, если еще терпеть форум и сайт, одновременно пользователи были готовы, там, World of Tanks, Ru и Fallen World of Tanks, Ru, и необходимость логиниться на их двое, то по мере роста, там, который мы могли видеть за последний год-полтора веб-ресурсов, появились порталы для самолетиков, появились там всякие вот реплейс, появились варгеги, появились там форумы и корабликов, и во все-все-все-всего. Ну, и заставлять пользоваться, логиниться во все эти штуки, это было просто безумием. Вот. Мы решили вот эту концепцию аутентификации пробросить и вверх на веб-ресурсы. Когда вы разрабатываете механизмы единого аутентификации между несколькими различными сайтами, у вас есть два варианта. Первый, мечтательно, я вам завидую, если вам повезло, если у вас все сайты, это хотя бы могут обмениваться какой-то единой кукой. Ну, например, сейчас, если вы видели, Google очень массово все попереводил под Google.com, кроме YouTube. Вот. Теперь и Mail Google.com, и там Analytics Google.com и так далее. Раньше у них такого даже и не было. Вот. Они там, грубо говоря, используют механизм кук. Вот. У нас такое не получилось, наш маркетинг сказал, что нет, пользователи не поймут, но пользователи хотят отдельные сайты. Придумывайте, как им не вводить пароль по 100-500 раз. Вот. Как я уже сказал, мы очень любим в пункт-сорсе всякие решения, проверенные годами. И решением, которое проверено годами, которое было для нас подходящим, это был протокол OpenID. Многие с ним уже сталкивались. Фактически, LiveJournal его изобретатель и продвигатель. Вот. Домашнее задание – это отличие OpenID и OAUS, возможно, для вас будет сравнить, понять, почему именно OpenID, или хотя бы в чем их различие, что конкретно нужно вам. Потому что OpenID и OAUS решают схожие задачи, по крайней мере, люди умеют через них решать схожие задачи, но на самом деле различные. OpenID – это действительно проверка аутентификации, вы это вы или не вы. А OAUS – это проверка прав, проверка авторизации. Можно ли аппликейшену в вашем мобильном телефоне посылать сообщение в Twitter, вот с вашего телефона, без проверки каких-то дополнительных паролей. Это OAUS, вот, или там какому-то сайту что-то запрашивать. Права и идентификацию стараемся различать. Сделав OpenID, вот, мы предсделали как бы его себе, это он стал нашим внутренним API-ем. Все наши сайты при аутентификации по OpenID запрашивают специально в идентификации сервере информацию, получают ее, и все. Фактически для пользователей это видно, ну, вы на сайте OpenID-шном же не требуете, вам вводится несколько раз свой логин-пароль. Хотя можно его даже отдельно попросить. Вот, таким образом мы избавились от проблемы того, что пользователь должен много раз вводить логин-пароль. Но оказалось, что это не главная проблема. Единый вход сделать гораздо проще, чем единый выход. Вот, если вы когда-то пользовались OpenID или входили, там, например, на DevBuy через, там, не знаю, Google, вот, возникает проблема. Где бы вы ни сделали логаут, сделали логаут в Google, в DevBuy остались залогинены. Сделали логаут в DevBuy, в Google остались залогиненными. Вот, ну, такая типичная проблема, сколько, ну, сервисы различные. И оно, в принципе, приемлемо, когда один из сайтов предоставляет сервис другому. Ну, там, Google абсолютно не волнует DevBuy, там, вы должны сами помнить, что входите. А у нас пользователи, ну, они не хотят думать. Ну, никто, о коем пользователе не хочет думать. А, в принципе, за то, что он, там, где-то залогинен, где-то не залогинен, отвечаем мы. Наш любимый типичный кейс, это человек приходит в интернет-кафе, идет на форум, там, логинится, что, выполняет какую-то информацию, нажимает, там, логаут из форума, или, там, зашел в вот реплей, заплодил какой-то реплей, нажал потом логаут. Вот, и ему никак не объяснить то, что, сори, чувак, ты, на самом деле, залогинился сейчас еще на 100-500 ресурсах, и надо сделать там логаут. И если ты сейчас встанешь, а за твое место сядет твой друг, товарищ или брат, он даже, если нажал логаут, ну, это все будет, как бы, доступно ему. Вот. Мы сделали расширение для единого выхода. Вот. Опять же, мы не любители изобретать велосипед, но, к сожалению, на единый выход стандартов в мире не оказалось. Мы подсмотрели, ну, можно сказать, по реверс-инженерам, или примерно то, что делает Google. Вот. Что делает Google, поскольку у него аналогичная система, да, там, Google.com, Google.de, Google.ru. Вы можете попытаться залогиниться на одном из них, выйти и увидите, что вас действительно разлагаутило отовсюду. Вот. Мы повторили их подход, что, на самом деле, просто на сайте логаута, ну, на вот этом идентистите сервере происходит логаут, и при логауте открывается страничка, все можете ее посмотреть, там, захватить, вот, в которой просто открываются, там, пиксели стандартные, ссылки на все ресурсы, которые у варгейминга бывают, вот, чтобы туда отправился запрос, что у такого-то пользователя надо куку почистить. Ну, просто взять и дропнуть. Вот. Это обеспечило, соответственно, единый выход. Получилось, как бы, аккуратно, хорошо, и мы стали на капельку ближе к тому, что, соответственно, теперь при добавлении новой игрушки или, там, при добавлении безумного, безумного количества сайтов, особых проблем у пользователей не возникает, им красиво, удобно, аккуратно. Следующий шаг, соответственно, это то, что происходит в данный момент, то, что вы заметили совсем недавно, и, возможно, вы сможете сейчас предположить, что мы делаем в будущем. Про раннюю интеграцию игр. Да, теперь, когда у нас готова такая инфраструктура, мы, на самом деле, ее выстраивали вместе с самолетиками, и теперь получается, что для всех последующих игр она готова. Другим играм интегрироваться легче, мы уже не должны что-то на лету дорабатывать, и в данный момент это позволяет нам на самых-самых, на ранних этапах игры игрушку включать в продакшн. Вот. С проверкой прав, с проверкой тентификации, но даже нашим самым топом менеджментом, на самых каких-то этапах альфа-версии уже не нужно выдавать им отдельные логины и пароли. Мы им говорим, короче, используйте ваш танковый логин и пароль, все будет хорошо. Вот. Таким образом, грубо говоря, даже на этапе альфа-версии и там те игроки, которые получают доступ к альфа-версиям, нет каких-то отдельных аккаунтов, просто используют свой единый. Вот. Это очень удобно и красиво, и аккуратно, и, ну, реально выглядит как единая платформа, и позволяет нам ускоряться в процессе добавления новых игр. Второй момент интересный, который я здесь отметил, это лазер-регистрация. Как было раньше. Когда-то раньше, когда вы регистрировались, вам сразу при регистрации заводился аккаунт. Аккаунт в танчиках. Вот. Причем под аккаунтом в танчиках я подразумеваю то, что прямо на Бигволде, на игровом движке, появлялся блоб с информацией о том, какой у вас ID, что у вас там ангар из четырех, в данный момент, насколько я помню, там, танчиков первого уровня, что танкистов зовут Коля, Вася, Петей, Вжора, какого у вас там даты регистрации, какой у вас там базовый набор параметров. И специфика в том, что, на самом деле, этот аккаунт, он уникальный. Ну, за счет тех самых фамилий танкистов и так далее. И он, ну, заводился. Вот. А с самолетами возник вопрос, что у нас потенциальные игроки в ближайшее время будут играть то ли в одну, то ли в другую игру. Ну, печально как-то. Танкисты стали пилотами, что ли? Ну, игроки, да. В базах совершенно различные. Но суть в том, что при 10-миллионных аккаунтовской базе, при достаточно большом информации об одном человеке, начинает происходить процесс, что у вас в одной из двух баз накапливаются пустые данные. Они просто лежат там, занимают место, их гораздо сложнее мейнтейнить. И мы от процесса, ну, достаточно сделали очевидный шаг, мы перешли к процессу, что в игрушках стали заводиться вот эти вот блобики при попытке логина. При первом входе в игрушку будет вам все-таки задаваться аккаунт. Такой небольшой, но все-таки еще не полезный шаг для нас, что не привело к необходимости этого там заводить сразу там в день запуска самолетов 10 миллионов аккаунтов в самолетах. Вот. Это как бы позволяет, ну, концепции, возможность сделать это, да, позволяет сделать это на основании того, что теперь аутентификация – это внешний сервис, сделан в тупую в лоб в вебе. Логин, пароль, права там. Логин, пароль, там, все. А вот игрушка, когда заводит аккаунт, она идет в веб и говорит, типа, плагин, пароль, правильно, правильный, а у меня его нету. Ну, заводи, раз нету. И он создает аккаунт, это занимает там несколько секунд дополнительных, но тем не менее. Вот. Третья штука, которую мы решили сделать, это в продолжении этого, это уже несколько выношения концепцию уже по унификации игры, это по концепции того, что у нас единый премиум. Каждый может сейчас наблюдать. Заходите в одну игрушку, покупаете одну из двух игрушек, либо за гол в танках, либо за токены в самолетах, покупаете премиум, и он появляется в другой игрушке. Ну, это как бы уже информация о том, что мы начали через наш, рядом с нашим сервисом идентификации, начали делать еще один сервис, который уже позволяет, не просто дам данные, валид там, данные там, пароль, логин, невалидный, а некоторые появляют информацию, в данный момент премиум. Дальше посмотрим, что будет хранить, ну, отдельно и вне. И фактически при логине игрушка узнает там, а сколько у вас еще дней премиума. Да, в игрушке покупая премиум, вы потом отправляете какую информацию в сервис, сторонник, который вам начислит. А так, в игрушку зашли, получили единый премиум, который работает не на несколько игр. Вот. Что будет дальше, посмотрим. Можно несколько вам пофантазировать, но вот примерно в этом направлении мы двигаемся и думаем, что у нас игру будет становиться все больше и больше. Танчики. Итак, несколько подытожив с точки зрения, как бы, разработки. Вот. Реально, в вебе, вообще в геймдеве, и вообще в любой области разработки, скорость и процент разработки – это самое главное. А в вебе, когда для этого есть все гонтовые инструментарии, есть 100-500 человек на рынке, которым это делать, и необходимо сделать огромный пласт работ. Это реально очень-очень важно. Второй актебет, который я хотел бы дать – не стоит бояться отклонений. У вас, да, есть какая-то главная линия партии, в которой вы там пользуетесь почти во всех решениях, но мелкие отклонения – это нормально. Не стоит этого бояться. Главное, возможно, совет опираться на максимально на открытые протоколы и стандарты. Хотя бы вы не облажаетесь с дизайном протокола. Вот. Опять же, с точки зрения простоты разработки, синхронный подход рулит. Ну, вот просто вот школьники его умеют, студенты умеют, а учиться синхронному подходу, ну, долго и муторно. Хотя иногда он необходим, и это нормально, и опять же, не стоит этого бояться. Ну, и по нашему опыту, мы не сравнивали, у нас так получилось, но по нашему опыту МКЮП действительно отличный протокол для реализации РПЦ в какой-то распределенной системе, когда у вас между различными компонентами нужно взаимодействовать. Все. Спасибо. Можно вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ